93-летняя Елизавета II, Элизабет Айай, оригинально проявила благосклонность к 38-летней Меган Маркл, Меган Моркл. Королева Британии с помощью тонкой детали намекнула на хорошее отношение с невесткой. Герцоги сосекские в прошлом месяце шокировали консервативное британское общество и весь мир заявлением о сложении своих королевских полномочий. Решение бывшей американской актрисы и принца Гарри о переезде в Канаду вызвало немыслимый ажиотаж. Но глава королевской семьи спокойно отнеслась к планам родственников. Елизавета II заявила, что не имеет ничего против мятежа своенравной Маркл. Более того, она монархиня стремления внука к независимости. Ее величество даже подала тайный знак. Королева побывала на воскресной службе в церкви. Всеобщее внимание привлек наряд монаршей особы. Она облачилась в пальто нежно-голубого оттенка и украсила голову модной шляпкой в тон. Елизавета II надела любимый жемчуг и украсила себя брошью снежинка с сапфирами и бриллиантами. Этот подарок генерал-губернатора Канады Дэвида Джонстона от имени его народа. В 2017 году политик преподнес драгоценность, честь 65-летнего юбилея правления британской королевы. Многие интерпретировали выбор роскошного аксессуара как демонстрацию поддержки Мэгган Маркл и принца Гарри. Елизавета II заверила, что внук с женой и восьмимесячным сыном Арчи останутся очень любимыми членами ее семьи. Спокойное отношение королевы к Мигзиту британца связали с теплыми чувствами, которые королева испытывает к внуку. Она уверена, что тот переживает кризис. Маркл с энтузиазмом налаживает новую жизнь в Канаде. В Ванкувере она встретилась с женщинами-активистками, которых всячески поддерживает. Мэгган пригрозила рассказать о расизме и сексизме в британской монархии. Остается острым вопрос безопасности семьи принца Гарри. Тот подверг себя риску, отказавшись от привилегий. Канадцы отказались оплачивать расходы на телохранителей скандальной пары. Мэган объяснила, почему инициировала переезд семьей в Канаду. Она заявила, что уход из королевской семьи был для нее вопросом жизни и смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова